Время новостей Казахстана. Где хлеб и зрелища? Митингом закончились народные гуляния в Наурыс. Каждый год 22 марта власти Алматы устраивают большой праздничный концерт с традиционными поздравлениями от городской администрации. Однако в этот раз официальную программу было решено провести на день раньше. Инициатива властей возмутила алматинцев. На площади Астаны в южной столице они требуют праздника. Гаишники начинают народ сюда-сюда гонять, не проходите. Мы им полно имеем право. Испокон веков это наш древний праздник, наш Наурыс, Новый год. Они тут на своей же земле не можем исправить свой праздник. Ходим здесь, концерта нет, полиция нас выгоняет, Акима с поздравлениями тоже нет. Праздник же сегодня. Я праздника не вижу. Нет ни национальных игр, ни науры за коже. Мария Игизбаева тоже не ощущает праздника. Но объяснение этому феномену у неё есть. Она специально приехала в Алматы из Чунджи, отдалённого посёлка на границе с Китаем, чтобы заработать денег. В этот день Мария продаёт национальный праздничный напиток на площади. Одна пиала с науры за коже у неё стоят 70 центов. Я сюда каждый год приезжаю. В селе работы нет, поэтому только здесь я делаю хорошую выручку. А вот художник Бейбит с адвокасом выходить на митинг не собирается. День весеннего равноденствия ему приносит прибыль. Картины пользуются особенным спросом. Уже полчаса клиенты торгуются за хвост, на котором изображено празднование наурыза. Ради праздника он готов скинуть до половины его стоимости. Это около 150 долларов. Сегодня, как ни странно, хорошо идёт торговля. Алматинцы пока торгуются, а вот иностранцы покупают сразу. У казахов наурыз имеет второе название – Улыстын Улы Куны – Великий День Народа. Однако в этом году, 22 марта, народ своего величия так и не почувствовал. Людмила Изархова, Александр Патонов из Алматы, Казахстан. Удивляет казахстанцев и гостей страны не только исполнительная, но и судебная власть. Служители Фемиды демонстрируют избирательность. Работая в одних случаях по-стахановски, в иных прикрываются с законом о праздниках. Политическое неравноденствие. Фемида в Казахстане – дама капризная. Хочет – уходит на праздничные каникулы. Не хочет – работает даже по воскресеньям. Для врачей, проделавших путь из Европы в Астану, чтобы провести медицинское свидетельствование Мухтара Джакишева, двери правосудия оказались закрыты. В связи с выходными по случаю на Урызе. Праздники не считаются. Соответственно, как бы пять дней праздников они выпадают. Ну, то есть, у нас, когда им надо, то есть, они очень хорошо могут подключать все свои возможности. Административный городской суд города Алматы не в пример столичному проявил сознательность. Служители Фемиды работали все праздники. Возмутитель общественного спокойствия Ермек Нарымбаев все-таки понес наказание. Его осудили за одно только намерение поучаствовать в субботу в митинге. Мы хотим прийти и участвовать как рядовые граждане страны и действительно сказать импичменту Назарбаева, да, Назарбаев должен уйти в отставку. 20 лет казахи долго терпели и мы, в принципе, хотим сказать массовое нет. Массового нет не получилось. Ермека Нарымбаева, трех его сподвижников и одного случайного прохожего припроводили в Баснадык-Скироваде, не позволив им даже дойти до монумента независимости на площади республики. Позор! Назарбаев, позор! Импичмент! Вперед! В отставку его, что, бумаги! Во время слушания Армановец дал отвод судье Розе Утигеновой, тем самым вынудив 21 марта выйти на работу еще и председателя суда. Свидетелей защиты в зал не допустили. Запись с камер видеонаблюдения у монумента независимости оказалась затертой. Но это не помешало госпоже Утигеновой признать Нарымбаева виновным в организации несанкционированного митинга. 15 суток. Вот расплата за митинг, которого нет. Обжаловать решение не получилось. Канцелярия суда выйдет на работу только в четверг. Праздники как-никак. Зарина Ахматова, Юлия Панкратова и Батагос Умарова из Алматы и Астаны, Казахстан. От южной казахстанской столицы к российской. У посольства Казахстана в Москве прошел пикет солидарности с работниками предприятия «Разведка добыча Казмуна и ГАЗ». Забастовка уже закончилась, но правозащитники намерены следить за тем, как власти будут выполнять взятые на себя обязательства. Казалось бы, после драки кулаками не машут, но это не тот случай. Работники Акционерного общества «Разведка добычи Казмуна и ГАЗ» забастовку прекратили. Вот только у представителей общественности и правозащитников вызывает сомнение, добились ли они своих требований. Мы считаем нашим долгом, как российских левых активистов, как профсоюзных активистов, выразить наш протест против тех преследований, которым подвергались участники забастовки, тех, кто поддерживал республики Казахстан, и также солидарность с их борьбой. Организаторы пикета «Социалистическое движение вперед». Инициативу его активистов поддержали российские и казахстанские правозащитники, да и просто неравнодушные москвичи. Затем, как в марте, развивались события в Жан-Азене, внимательно следили и за пределами Казахстана. Беспрецедентный случай. 10 тысяч человек были вынуждены пойти на крайние меры, требовать выплаты заработной платы. Действия руководства предприятия «Разведка добычи Казмунайгаз» во главе с дятем президента Тимуром Кулебаевым создали реальную опасность для жизни и здоровья людей. По данным бастующих, под видом нового оборудования на предприятие закупалось списанное. Резко выросли нормы выработки. Нас возмущают те меры. Мы считаем, что эти меры репрессивны по отношению к самим рабочим забастовщикам, к их, прежде всего, лидерам, а также к тем политическим партиям, общественным движениям, которые поддерживают эту мужественную борьбу. И особенно нас беспокоят те действия, которым вновь, те репрессии, которым вновь подвергается признанный лидер всех оппозиционных сил Казахстана Айнур Курманов. Забастовок такого масштаба давно уже не было. Казахстан словно отбросило в начало 90-х. Действия властей республики возмутили международное сообщество. Городской суд Жена Азена признал забастовку незаконной. Правозащитники опасаются, как бы в Казахстане не началась волна репрессий и политических процессов. А сегодняшнее затишье в Жена Азене не стало лишь временным перемирием. Светлана Третьякова, Максим Ткаченко, Москва. Из города Талдыкурган Алматинской области поступила информация. В следственном изоляторе якобы покончил с собой экс-аким Казалагашского сельского округа Есет Джунусов. Он был задержан по факту наводнения в селе Казалагаш. Напомню, после случившегося там паводка и его последствий, уголовное дело было заведено в отношении сразу нескольких местных чиновников и областных ЧСников. В Талдыкурганском СИЗО весть о самоубийстве Женусова не подтвердили. Кроме дежурного, в дни Наурыза с журналистами там никто не общается.